МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с назначением нового лица на должность генерального директора и введением новой редакции Трудового кодекса от 2015 года. Прошу прояснить, необходимо ли подписывать новый трудовой договор в связи со сменой руководства и поправок в кодекс. Уважаемый Тимофей, согласно подпункту 39 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель – это физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях. В вашем случае работодателям выступает юридическое лицо, а не его уполномоченное на заключение трудовых договоров лицо. Таким образом, при смене директоров юридического лица перед заключением трудовых договоров с работниками не требуется. Также не требуется перед заключением трудового договора при принятии нового законодательного акта. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор осуществляется сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Трудовой договор заключается на определенный и неопределенный срок. Определенный срок – это не менее одного года. Также стоит отметить, что следующим лицам не допускается заключение трудового договора. Это, во-первых, по медицинскому противопоказанию по состоянию здоровья. То есть следующая категория – это недостигнувшие 18-летнего возраста, которых можно привлечь к тяжелым работам, а также к вредным. Третья категория – это иностранные граждане, которые не получили разрешение на трудовую деятельность в Республике Казахстан. А также четвертая категория – это по решению суда, которое вступило в законную силу, по которому гражданин был лишен занимать определенную должность, либо же заниматься определенной деятельностью.